Сегодня как никогда важно оставаться здоровым. Как поддержать иммунитет? Как сохранить свое здоровье, несмотря на вирус и всеобщую панику? Именно стабильное, крепкое здоровье позволит вам не бояться вообще никаких вирусов. И я говорю сейчас не только о коронавирусе, но и о любых других вирусах, которые никуда от нас не денутся и в будущем. Поэтому крепкое здоровье – это то, что необходимо каждому из нас уже сейчас. Так как же это сделать? Давайте разберемся. Поехали! Во-первых, нужно регулярно проверять свое здоровье, делать анализы, УЗИ, флюорографию и хотя бы раз в год консультироваться с терапевтом. Анализ крови нужно сдавать как общий, так и на различные витамины, потому что очень часто бывает так, что именно дефицит витаминов – это причина каких-либо недомоганий или общего слабого иммунитета. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Очень часто бывает так, что люди сами же себе наносят вред, когда пытаются лечиться самостоятельно. Обращайтесь к профессионалам и не затягивайте с этим. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем гораздо проще и дешевле будет ее решить. Сон – один из важнейших факторов, влияющих на наше здоровье. Чтобы оставаться здоровым, нужно, чтобы ваш сон был действительно качественным. Нужно спать не просто кое-как и как придется, а именно вложиться в то, чтобы ваш сон был по-настоящему качественным. Ну, для начала нужно хотя бы наладить свой режим сна. Да, я знаю, это непросто и очень многим дается это сложно, но, поверьте, это действительно стоит того. Постарайтесь приучать свой организм засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время. Идеальный вариант – это, конечно же, когда вы можете просыпаться вообще без будильника. И, кроме того, очень важно спать в полной темноте, в полной тишине, на хорошем матрасе и правильной позе. Если вам что-то мешает, надевайте маску, беруши, капните пару капель лавандового масла на подушку – это помогает уснуть. И с каждым днем ложитесь на 15 минут раньше, постепенно восстанавливая свой режим сна. Питание – это главная составляющая здорового организма. Все, что мы кладем внутрь себя, влияет на то, как мы себя чувствуем. Чтобы быть здоровым, нужно хотя бы минимально понимать, что для нас вредно, а что полезно. Ну, я надеюсь, что всем уже известно, что нужно пить минимум 2 литра воды в день. Сократите потребление сахара, трансжиров и переработанных продуктов. Они не несут совершенно никакой пользы. Добавьте больше клетчатки, овощей и фруктов – это настоящая кладезь витаминов. Не забывайте про полезные жиры, такие как льняное масло, орехи, авокадо. Именно благодаря им вся польза будет усваиваться. Обязательно кушайте пребиотики, то есть ферментированную еду. Йогурты, квашеную капусту, мисо-суп – это поможет вам для здоровья кишечника. Добавляйте в рацион продукты, богатые антиоксидантами и омега-3, так называемые суперфуды. Например, ягоды, семена чия, зелень, семена льна, зеленый чай. Здоровое питание – это не так сложно, как могло бы показаться. Начинайте с малого. Откажитесь, например, от фастфуда и газировок, и это уже будет отличный первый шаг. Чтобы быть здоровым, нужно быть активным. Нужно больше двигаться, заниматься спортом, йогой или же пробежками. Здоровье не может существовать без подвижного образа жизни. Мышечный корсет необходим нам для поддержания позвоночника и внутренних органов. Выносливость и сила нужна для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему здоровым. Регулярные занятия спортом уже доказаны. Укрепляют иммунитет, улучшают самочувствие и поднимают настроение. Используйте свое тело по назначению. Мы рождены для того, чтобы двигаться, а не для того, чтобы сидеть на диване. Поэтому делайте хотя бы минимальную зарядку с утра, и это будет уже гораздо лучше, чем ничего. Всем известно, что плохие привычки пагубно влияют на здоровье. Это максимально очевидно, что алкоголь и сигареты убивают. Печатают страшные картинки, завышают цены, пишут предупреждения. Но люди настолько слепы, что они по-прежнему продолжают сами же себя убивать. Да еще и за свои же деньги. Это просто нелепо отрицать тот факт, что каждый день гибнут миллионы людей от проблем со здоровьем, вызванным алкоголем, сигаретами и так далее. Сюда же я отношу кальян и фастфуд. Это максимальное проявление нелюбви к себе, просто целенаправленное самоуничтожение и медленная смерть. Ни о каком здоровье не может идти и речи, если у вас по-прежнему имеются плохие привычки. И тогда все, что я говорю вообще сейчас в этом видео, для вас не имеет никакого смысла. Не пейте алкоголь, бросайте курить и есть фастфуд. И только тогда вы можете уже начать заботиться о себе. Когда мы подвергаемся регулярному стрессу, наш иммунитет значительно ослабевает. И вероятность заболеть будет гораздо выше. Стресс негативно влияет на наши клетки, внутренние органы и ментальное состояние. Вечное напряжение, страх, тревога буквально разрушают нас изнутри. Поэтому обязательно найдите для себя свой способ сократить стресс в вашей жизни. Это может быть, например, медитация. О том, как медитировать, есть видео на моем канале. Или же какое-то хобби, которое помогает вам на 100% сконцентрироваться. Допустим, игра на гитаре, рисование или же готовка также отлично помогают снять стресс наши любимые домашние питомцы. Некоторым помогает забота о себе, например, принятие ванны, различные масочки или же массаж ступней. Найдите для себя свой способ расслабления и делайте это регулярно. К предыдущему пункту можно отнести также и прогулки на свежем воздухе каждый день. Это помогает не только разгрузить ваш мозг и отвлечься, но также дает возможность вашим глазам отдохнуть от экранов. Да, желательно не брать с собой телефон, а постараться сконцентрироваться на окружающем вас в мире. Получите свою дозу витамина D, витамина солнца всего 15 минут в день. Позволит покрыть суточную норму этого витамина, поэтому обязательно выходите гулять в солнечные дни. Обогащение мозга кислородом и такое своего рода минимальное кардио в качестве просто ходьбы отлично укрепляют иммунитет и однозначно улучшают настроение. В дополнение к словам о хорошем настроении, хочу сказать, что это тоже один из факторов, который напрямую влияет на наше здоровье. Внутреннее ментальное счастье – это важнейший компонент для общего хорошего самочувствия в целом. Мы все не раз сталкивались с психосоматикой, когда мы сами же себе накручивали какие-то боли и симптомы только потому, что были в плохом настроении. Чтобы этого избежать, каждому человеку необходимо общение с любимыми людьми. Смейтесь вместе, дурачьтесь. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. Это научно доказано, поэтому бросайте грустить и побольше улыбайтесь. Витамины нужно употреблять регулярно. Но я ни в коем случае не говорю только об искусственных добавках. Вы должны понимать, что лучшие источники витаминов – это продукты питания. Наша планета богата множеством растений, которые полны самых ценных и самых полезных витаминов. И именно из природных источников польза усваивается лучше всего. Но если у вас есть подозрения на дефицит какого-либо конкретного витамина, обратитесь ко врачу, сдайте анализ и уже по совету врача начните принимать добавку, если у вас нет возможности восполнить дефицит витамина пищей. Зачастую такие симптомы, как усталость, бессонница или частые простуды, могут как раз таки сигнализировать о дефиците витаминов. Но люди закрывают на это глаза, считают просто это нормой и игнорируют. Обращайте внимание на такие вещи и принимайте меры своевременно. И последнее, о чем я хочу сказать, это спорный для некоторых людей вопрос – интервальное голодание. Было проведено уже множество исследований и экспериментов, которые доказали благоприятное влияние на организм периодического отказа от еды. И даже столетия назад людям было уже известно о пользе периодического голодания. Но именно сейчас, в последние годы, это течение действительно набирает популярность. И даже моя мама сейчас худеет таким способом и видит отличные результаты. Существует два основных типа интервального голодания – 16 на 8 и 5 на 2. Выберите подходящий для себя и просто попробуйте. Это поможет снизить нагрузку на организм, похудеть, улучшить работу сердца и мозга, снизить риск диабета. И в целом, очень важно быть независимым от еды, иметь здоровые отношения с едой и уметь себя контролировать. Ведь, как я уже и говорила, питание – это главная составляющая нашего здоровья. И в заключении хочу сказать, что восстановление здоровья – это не быстрый процесс. Включайте полезные привычки в свою жизнь постепенно. И если вы регулярно и постоянно будете делать маленькие шаги, то рано или поздно вы достигнете цели, и ваш организм скажет вам спасибо. Крепкое здоровье – это самое важное в жизни. При каких-либо недомоганиях просто невозможно полноценно, по-настоящему чувствовать себя счастливым. Поэтому берегите свое здоровье уже сейчас, и я вам обещаю, в будущем вы точно будете себе благодарны. На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok